всем привет это папа-мама влог меня зовут алена сегодняшнее наше видео будет посвящено морю и пляжем в отеле титане фалас посмотрим с вами какие рыбки здесь обитают расскажу про отливы приливы вот ну и посмотрим в целом как выглядит пляж всего сейчас раннее утро на улице примерно двадцать один двадцать три градуса наверно в принципе тепло но ветерочек такой не очень хороший приятный давайте посмотрим как выглядит пляж поехали так те из вас кто смотрел видео про территорию титаник палац знают когда пляж дойти и что его окружает те кто не смотрел пожалуйста перейдите в плейлист титаник палац хургата посмотрите там тоже очень много всего интересного полезного здесь будет только пляж и то что есть на пляже начну издалека вот эти вот мини бунгало они находятся но если вы идете от главного входа он вот там то есть они находятся с левой стороны эти бунгало они бесплатные вы можете спокойно у них лежать по крайней мере вот сейчас в ноябре месяце мы спокойные в них лежали никто нам ни слова не сказал вот ведь их с утра приходит занимает уже вот они достаточно удобно в плане того что ты как бы закрываешься это всех и лежишься сам спокойненько и тут не приносит там шампанское что-то еще она просто отдохнуть полежать можно сам пляж вот они лежачки зонтики выглядит вот так здесь есть душ людей на пляже достаточно много на самом деле то есть если вы придете там ближе к десяти часам то вероятность того что вы не найдете лежак очень большая потому что людей много все занимается и как бы лежаков свободных практически нет то есть придется потрудиться чтобы найти здесь есть бар на пляже также можно там принципе напитки здесь все такие же как например в баре у бассейн вот пляж выглядит вот так пойдемте прогуляемся к водичке а потом дойдем до пирса песок на пляже в принципе рассыпчатый покопать детям можно спокойно но здесь ближе к воде там подальше он немножко утоптанный будет конечно но и само море про море здесь бывают отливы и приливы отливы чаще всего утром приливы вечера но на самом деле покупаться здесь можно детям вполне комфортно купаться и в отлив и в прилив в прилив здесь могут покупаться и взрослые давайте послушаем море в прилив здесь могут покупаться и взрослые но в отлив дети спокойно могут купаться в принципе но относительно чистая но я бы советовала вам одевать каралки потому что здесь конечно в основной части своей песок но есть камни и есть кораллы и когда вы идете как бы если вы не видите что под ногами у нас например был шторм до было море такое немножко мутновато то идти без тапочек крайне неудобно просто заходить с ней за наличие каких-то животных здесь да именно просто по удобству насчет какой-то живности вот прям вблизи до берега я ничего не видела если честно и никто особо не видел вся живность основном находится там вдалеке нужно идти по пирсу по пирсу тоже с вами прогуляемся сейчас немножко еще на море посмотрим и пойдем вблизи по пирсу так здесь снэк-бар который можно перекусить и здесь по сути начинается пляж отеля титаник бич да но вы можете пользоваться им в том числе вот людей здесь тоже много это уже чаще всего все завито поэтому нужно либо раньше приходить либо соответственно будете чуть чуть подольше искать лежак вот песок в принципе говорю хороший то есть вы видите такой не сильно утоптанный там вот подальше он совсем утоптанный там есть ворота можно поиграть футбол здесь вот есть сетка мы сейчас до нее дойдем тоже можно поиграть в пляжный волейбол в общем развлечений на самом деле хватает люди часто здесь играют вот по поводу моря еще раз повторюсь да здесь можно покупаться но желательно одевать коралки то здесь много людей достаточно купается особенно детей вот но коралки все-таки конечно нужны мы сейчас с вами дойдем до пирса и прогуляемся по пирсу здесь кстати в воде сейчас вот не видно но тут обрывки видно вот валяется какие-то трубы не знаю что это за трубы вот на их тут достаточно много в воде и здесь в воде тоже много 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 камней поэтому даже если будете заходить здесь смотрите под ноги будьте аккуратны но мы идем дальше гулять по пирсу а здесь есть три спуска в воду это вот первый из них здесь когда отлив очень мелко практически по коленам вот здесь можно в принципе купаться с детьми сюда приходить на территории пирса есть лежаки есть ветрозащиты здесь можно полежать по загорать отдохнуть вот но как бы пирс он не обустроен то здесь нет мир туалет и здесь нет там бара какого-то да поэтому сами понимаете идти обратно далеко то есть туалет нужно будет идти долго пирс достаточно большой но как бы первый раз эти напряжены потом ты привыкаешь а нет такого чтобы прям совсем уставал тут ходить на по крайней мере у нас здесь есть второй спуск в воду здесь немножко поглубже чем в первом соответственно но с детьми также покупаться можно здесь неглубоко рыбок здесь нет и сейчас мы идем на самую дальнюю часть пирса там соответственно купаются все смотрят рыбок так что давайте скорее до нее дойдем грамм 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что прогулялись мы с вами по персу ДимаTorzok 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 ДимаTorzok